всем привет бегу за романом садика забрать сегодня мы первый день были в садике надеюсь что прошло все хорошо спали мы эту ночь замечательная вчера накупала с капельками которые такие эвкалиптовые покупала спать положила вроде спали нормально проснулись хорошо поэтому пошли садик сегодня к нам садик должен был как я думаю приходить николаус дед мороз по-русски и как его назвать не знаю был не был сейчас рома расспросим надеюсь что он был вот так вот домик долго долгое время стоял уставал очень-очень долго видимо окна он переставляет все разбито представляете так вот что что хотел сказать в общем заберу рому мне нужно вообще в магазин купить хлеба но так не охота и так сыра противно на улице как-то сера все в общем я не хочу уйти никуда сейчас я ромку заберу ну и мы с ним пойдем домой а может может быть вечерком я прогуляюсь сама схожу магазин пешком потому что саш на работе во вторую смену на машине сейчас придет давится школы ну и тогда он сможет с ромой дома посидеть вот так вот что у нас с интернетом в общем рассказываю двое суток практически не было интернета сказали подождите там какая-то авария в общем ремонтируют когда вам придет второе второе уведомление от нас тогда уже можете звонить нам не знаю что там за уведомление в общем сообщение какой-то должен идти до этого не звоните не беспокойтесь там в общем работой но окей в общем ждем до самого вечера вчера секунду рука устала ждем до самого вечера и потом в общем я говорю саша они сейчас уйду домой и мы останемся вообще без интернета но и он говорит сейчас я им позвоню говорит спрошу в общем ни первого ни второго уведомления никакого от них не было ничего он говорит не знаю в общем ремонтируют на чем он слушается гор за что мы платим деньги потому что периодически у нас интернет то плохой тут пропадает и вообще то у нас какие-то проблемы с этим как это называется то по-русски модем или как он называть где интернет вот эта коробка сама слушайте за что мы платим вообще вам деньги постоянно какие-то проблемы у нас берет сейчас данный момент чем мы мы хорошие деньги платим там не так что у нас какой-то там 30 и все да и в общем он у нас горсть сейчас говорит не работает домашний телефон у нас не работает телевизор у нас практически ничего не работает у нас все на интернете и горсть мы должны ждать еще сколько говорит ну окей говорит давайте завтра здесь с девяти до десяти вам позвонят и скажет что у вас там за проблема в общем звонит сегодня начало десятого и говорят подойдите к своему этому как он называется коробки вот этой где интернет которая выдает что горит вас там мигает сашгать верхняя кнопка он это у вас просто герой сломался сам вот этот модель как его назвать ну в общем вот это сама штука вот этот аппарат сам сломался как мы вам завтра новый пришлем хочу сразу вчера это нельзя было установить я не знаю говорит я не работал если но мы сегодня тушил вот так вот сейчас пройдем поздний ну и в общем саша говорит завтра точно пришлют он говорит ну да мы сегодня вышли завтра он у вас будет но так как сейчас почта доходит в общем не знаю будет она завтра у нас или нет я саша говорю если проблема с самим этим давай мы его выключим ну или там потрясем его может заработает он как ну давай все равно нам его назад отправлять в общем нам нужно будет этот отправить а новый поставить я его выключила где-то час он не работал отдыхал потрясла так хорошо саша говорите включи попробуй может заработать он включил его пошел интернет представлять но пока что есть интернет не знаю как дальше будет что там но пока есть интернет вот так такие дела все я практически дошла уже до садика с ромашку заберу ну и потом к вам подключусь увидимся так ну а я это вам не сказала из-за что я это самое главное переживала я переживала что я не могу видео выгружать снимать то их могу смонтировать могу но не могу выгрузить и загрузить в youtube в общем вчера я 15 ира потратила на мобильный интернет чтобы меня закачалось для вас сегодняшнее видео не вот это которая сейчас а до этого которая была вот так вот ну и сейчас я смонтировал смонтировала одно и выгрузил на так ну все увидимся с вами позже брала своего мальчика ромчо покажи николаус чудо смотри он вывалится внизу и разобьется в общем дал вот такую не знаю сказал не приходил видимо просто далее вот такой мешочек рома покажи это рома я сошел сюда ага цифру 2 сделал красивую такую да ну покажи шоколадку какой дал в общем там одна книжечка маленькая внутри он там маленькая и вот такой вот дед морозик шоколадный аккуратно не наступает грязь на все и вот такая вот какая-то я не знаю браслетик аккуратно обходить мусора 1 мусора много да наложили там наложили пакеты это там теперь помойка здесь нет это завтра будет забирать мусор они выставили просто расскажи что ты кушал в садике котлетку давали а что было на обед у вас ты не ел что ли да только пудинг будем только ел шоколадный да ну сейчас думай покушаем нет не пудинг что-нибудь готовим покушаем вкусненько хорошо я магазин схожу и куплю хорошую шоколадную куплю вообще-то мы пудинги вообще никогда не покупали никогда не ели вернее много давит у нас тут ароман хорошо полностью коричневый дают в общем он его никогда не признавал никогда не ела сейчас он попросил видимо понравился пудинг ему но будем знать да хорошо все идем домой дома увидимся что роман меня отправляет магазин хотела с филоне не идти в магазин хлеба то нет они в общем все багет пожарили из с давидом и кушать сидят и горит я хочу сосиску для гуру сосисок нет а он обычно есть только вот эти салты знаете куриные покупаю я хочу сосиску ягур сосисок нету ну пожалуйста купи мне сосиску ягод ну ладно пойду я в магазин тогда схожу но не так что не не по-доброму а злею я хочу сосиску в общем говорит пойду с тобой ягур там на улице темного расставайся дома с давидом я пойду схожу по-доброму он потом говорил что я хотел со мной идти в общем пойду в валде быстренько сбегаю куплю хлеба куплю в роме сосисек пудинг покупать нет или уже поздно не покупать не надо все короче покупаем одну только по одной или не продают только по пачкам продают пачку тогда одну все в общем бегу валде беру вас собой покажу там что чего и как но в темноте не буду показывать потому что одну на улице темно да а потом подключусь покажу вам машины нету папа же уехал я цуфуз пешком быстренько схожу нет ты дома с давидом оставайся да ты мой кавалер в общем увидим вышла и дом что-то давиду говорю постри есть дождик он говорит нет и не будет не надо мама те зонтик вышла что-то капает думаю блин надо было зон с собой взять ну так не сильно чуть-чуть покапывает вот так вот всего бегу уже светку красиво все наряжают классно видите ну что я дошла в валде наверное минут пять мне понадобилось максимум уже здесь купим все что надо и назад пацаны все закупилось показывал вам свои закупки булочки яйца сосиски которые ромка просил потом лазанью дают показал вот этот пудинг взяла йогурт сыр вот этот час у них ангиботе ура 49 а так 1 99 он везде 1 19 молоко вот это взяла айран сейчас тоже у них тут 80 по моему центов потом вот этого тоже пацана взяла не знаю почему ура 65 по моему орешки вот эти зимы девушек 3 65 по моему один с копейками мой один порченый ладно мандарины это тоже взяла один с копейками ну и филадельфию за все заплатила 30 60 центов целая закупка все быстро складываю и и побежала домой елка у них сотрите песты могли побольше игрушек леди елочки у них тут тоже продаются 15 или 1499 и вот такие сотрите он получать 19 и 15 вернее 20 и 15 иголочки уж продают первый раз вижу что елки вал за продают ну вот такие ладно да а вот эти обычно у нас тут базарчики такие учета базаров пока я этих не вижу он как такие огороженные места и там продают елки пока что я таких не видела может быть позже будет вот так но хотя уже у нас сегодня шестое число принципе должны уже давно давно продаваться видимо в этом году что-то не так пошло у них кстати снег смотрите еще до сих подлежит тот тот самый вон та кучка где рома там прыгал тогда еще лежит не растаяла странно везде растаял там еще нет вот так вот ну все бегу домой николаус передал смотрите что такую штуку да и рома пробует поставила стаканчик и как вкусно те ручками решил не просто ну давай ну как ну как вы поняли что я уже дотопала домой на сегодня над с вами наверно попрощаемся увидимся завтра сегодня уже наверное ничего не буду вам снимать будем отдыхать сейчас поставлю чайок себе попью увидимся думала на сегодня все но у меня тут пока с мамой разговаривала пришла посылка зары думаю сразу вам покажу потому что ну хочется открыть откроем ее вместе если будет шумно сразу извиняюсь мне роман там на заднем фоне все открываем я думала почему то что это для романа будет тоже вещи на это значит для романа будет следующая посылка здесь для меня в общем взяла вот такую косточку как она как не назвать они знают свитшот или в общем такая в размере и цены цены я не знаю сколько она стоит я посмотрю если что вам напишу были все со скидками сейчас я загляну может и скажу вам сразу сколько чего стоило что сразу была цена 1097 стоила вот эта вот кофточка она была со скидкой такой шов она немножко рукава у нее немножко укорочены да вот если у этой кофты она прям посюда вот а у этой немножко как бы укорочен у меня такая есть бежевая взяла в таком цвете захотелось мне мне понравился цвет ну и цена была дешевая поэтому взяла все вещи вот эти которые я заказала тут всего 3 да они все у меня получается со скидкой шли такая кофточка потом джинсы джинсы 2397 обе пара они тоже со скидкой так они шли дороже 40 уэра здесь видите стоит сейчас подождите как вам показать ведь 40 уэра стоит 39 95 евро вот такие вот классика посмотрим померяю как они будут в общем со скидкой 2397 потом вот такие вот джинсики серые тоже они принципе почти одинакового фасона мне кажется такие вот серые серо-черные тоже они также стоили 40 койра 3995 но тоже 2397 сейчас померяю как они все примерила я вот свечет вот это вот видите у меня рукава чуть корочные я такое люблю джинсы они у меня как раз да у меня рост чтобы вы понимали метр шестьдесят четыре я вот такие вот джинсики удобные очень мне нравится я их оставляю потому что у меня практически все практически все практически все джинсы у меня так зауженные до внизу а эти уже такие более так я не знаю как эта модель называется типа бойфренд или что такое ну в общем я вам сейчас так покажу вот так видите они они уже не за ужин такие не знаю что спрошу сына как он скажет у меня же есть мой модный приговорщик который приговор мне приводит всегда в общем однозначно кофту я точно оставляю джинс сейчас я думаю наверное тоже сейчас спрошу сына и померяю еще одну пару джинс в общем вот такие сын заценил конечно худеть еще нужно чтобы идеально это все сидела но сын сказал эти джинсы лучше чем те другие которые в обтяж вот так что эти оставляю точно и кофту и джинсы сейчас сегодня джинс померю и потом покажу все джинс померила вот так это не выглядит такие я думаю я их тоже оставлю они в принципе той же самой модели сидят они также в принципе все вам покажу так вот вот так вот покажу джинсы конечно как сказала мы сделайте что нужно худеть ну в принципе в принципе главное удобнее а так роман тис жду вас в комментариях комментируйте пишите как вам кому нужны ссылочки с удовольствием поделюсь спрашивайте девочки без проблем ссылочки все все кому нужны я пооставляю вот так вот и подписывайтесь на мой канал и и подписывайтесь на его канал и не забудьте поставить лайк да еще и подписывайтесь на мой канал на наш канал в общем мне нравится я оставляю все мне кажется даже эта кофта мне подходит по глазам цвет вернее все на этом все увидимся с вами завтра в следующем видео всем удачи подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте всем удачи пока пока подписывайтесь на наш канал